Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь был лагерь детский Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дом посмотрите весь там лопнул дом полностью пополам Смотрите, смотрите Пойдемте, вы нам показываете будете Вот, смотрите, переднюю часть смотрите Смотрите Вот, калитки нету Смотрите, да Позвонил жене Жена говорит, я в Агрызию уехала Мать в Ужевске Все мы собрались, вот я всех детей собрал Все живут здорово, слава Богу Дома нету, сами видите В таком доме можно жить? Дойдите внутрь И что, меры какие-то будут принимать что ли? Я говорю, вот министру уже в России А? Министру уже приехал Посмотрите Кто это? Президент и Путин с Волковом? Два калитки Кто их власти вообще поставил? Единая Россия, да Не хотел на эту Единую Россию Путин, и какие у них имидж, какой Я работаю за 30 тысяч Два калитки Путин, Медведев и Волков Два калитки Что это? Правильно? Посмотрите, как мне жить с шумя детьми здесь Жили нормально, но все Что это? Правильно? Не знаю Чтоб их выбирали Как нам жить? Как нам жить? Какая компенсация? Кто даст компенсацию? Сами подумайте Думайте, крышу восстановят? Никто не восстановит Сами знаете Великолепно Уже Допустим Спасибо Уже Друзья Уже Уже Дом вообще вот как шел, вообще не предназначен для людей. Мы говорили там вход когда будет, еще что-то нет? Что будет? Вход может быть какой-то. Вообще никакой информации не было. Сегодня утром на 8 часов собрали там, провели такую внешнюю. Ну ничего хорошего не сказали. Сказали всем по тысяче выделят. В понедельник все посмеялись. Все собрание. Все собрание. Павлик скажи, я здесь была когда взрывы были, да? Сказали, что комиссии едут. Будем ждать. БОДЕЯ КРИКИ ПЕСНОios МВАДИЯ ГОМРЕD ГОМРЕД А где-то говорят, у вас воронка даже на улице, у кого-то есть дома. Да. Воронки-то нет, он там вот, на огороде, плита бетонная улетела. Плита-то тоже есть, осколки тоже есть, да, плита. Ага, там что-то. Слушайте, вон дом все, вон булыжник какой прилетел. А это ваше, это наш? Это наш. Вот на полметра, вот сместила, все, дженометр лотысь. Ага, руки тоже нет. Снаряды вон тут до сих пор не пришли саперы. Что это? Ходит перебитым, с одной стороны перебитым, с другой стороны перебитым. И не тот, что здесь сапер сеть. И вот там, в этом, в огороде. Это детская. Началось взрывы, когда пошли. У меня старший, младший, ну, накрыл собой, у 12-летнего, у трехлетнего улетел с собой. Это очень страшно. Мама с папой у меня в самой части. Тоже вот туда не бежали. Говорят, что в части никто не погиб. Это правда или нет все-таки? Ради-то чего говорят? Говорят, что кто-то это. Вот сегодня говорили, что горы трупов оттуда выезли. Ну, что? Рабочих, кто работал на тех территориях. Информация очередная поступила, что практически ситуация под контролем. Осталось пять очагов небольшого горения на территории, но оно уже не представляет никакой опасности ни для самой воинской части, ни для, тем более, всех окружающих объектов. Значит, исходя из всей совокупности ситуации, мы приняли решение с 14.00 сегодня режим ЧАЭС снять, движение по федеральной трассе открыть, штаб с места дислокации убрать. Людей, которые были размещены в городе, возвращаем сюда, в Малопургинский район. Для них соответствующие места размещения, проживания и питания, для того, чтобы они находились рядом. Здесь у них имущество. Ну, сами понимаете, наверное, кто-то был в квартирах, все находится там. Они должны уже отслеживать и свое имущество, и ремонт. В общем, идем полным ходом. Лесные массивы пока не посещать, они не обследованы. Там могут находиться взрывоопасные предметы. Ничего гореть не начинает. Все облеты, которые мы совершаем в 6 утра, в 12 дня и в 6 вечера, говорят о том, что задымления нет. Вот этой чрезвычайной ситуации показали, что в конечном итоге у нас в сухом остатке, у нас никто не погиб. Эвакуация была проведена вовремя, в срок организован. Это заслуга территориальной подсистемы РСЧС Республики Мурт. Скажите, пожалуйста, есть ли информация о пропавшем солдате или сотруднике пожарной части? Значит, информация о пропавшем безвести, она есть. Он не найден ни в территории Арсенала, ни за территорией. Поиски продолжаются, Министерство обороны этим занимается. Вот они сейчас возвращают просеки в территорию и продолжаются. Пострадавших по линии военных никого нет сейчас при ликвидации аварии. Вы это имеете в виду? Да, да, да. Нет пострадавших. И я хотел бы попросить вас предупредить, вы будете готовить передачи, местные наши передачи, население вокруг воинской части, чтобы не ходили, то, что они привычно делали. Потому что обследование это будет долго, поскольку основная работа сейчас на территории и поселка, и технической части. Надо понимать, что снаряды, которые разлетелись, они могут находиться и сейчас, и через год, и через пять, и через десять. Это как после войны. Поэтому надо эту зону лучше себе вычеркнуть и не ходить здесь.